Провластные СМИ в открытую манипулируют. По крайней мере, такое создается впечатление от снятых ими репортажей. Несколько телеканалов распространили интервью, подготовленное Молдова Уну с участием тети Раи, женщины, которая попала в поле зрения полиции после расследования Зерлдегарды, куда была добавлена информация, которую на самом деле пенсионерка им не говорила. В то же время, похоже, что видеокадры, опубликованные общественным телевидением, были смонтированы таким образом, чтобы показать, что женщина якобы признает, что получила деньги за голос. Новостной портал Агора.мд, опубликовавший интервью телеканала Молдова-1 с тетей Раей, женщиной, которая попала в поле зрения полиции после расследования Зерлдегарды, использовал манипулирующий заголовок. Несмотря на то, что на самом деле пенсионерка ни разу не произносила словосочетание «подкуп избирателей» и вообще не говорила о деньгах на выборах, репортеры озаглавили новость следующим образом. Тетя Рая о тех, кто участвует в предвыборной коррупционной схеме. В материале журналисты новостного портала также уточнили, что на вопрос, кто стоит за предполагаемой коррупционной схемой на выборах, Раиса Сурду не называла имени. Хотя на самом деле о коррупционной схеме ее даже не спрашивали. Более того, она говорила лишь о надбавке к пенсии. «Как вы стали частью этой сети? Кто и как вас нашел и убедил принять в ней участие?» «Я не могу вам сказать, так получилось». Именно так звучал вопрос репортера канала «Молдова-1», при том, что Раиса Сурду говорила лишь о надбавке к пенсии и даже призналась, что никогда и ни за что другое денег не получала. «У вас есть счеты и приложения Российского банка?» «Нет, нету». «Не могли бы вы рассказать нам, сколько денег вы уже получили?» «Я еще ничего не получила». «В конце сказали, сейчас я ничего не получила». «Когда в конце?» «Не знаю, так говорили в конце». «А когда?» «Не знаю». «После выборов?» «Нет, не после выборов. Сказали, что деньги придут как помощь пенсионерам. Вот так». Из репортажа канала «Молдова-1» создается впечатление, что видеокадры были специально смонтированы таким образом, чтобы выглядело так, будто тетя Рая получила деньги за голос. Когда ее спросили, признает ли она свою вину, качество звука ухудшилось, а формат изображения внезапно сменился. «Да». «Вы решили теперь сотрудничать со следствием?» «Да». «Вы признаете свою вину?» «Да, да». «Да». «Кошли интенсации?» «Да». Телеканал ТВ-8 написал, что тетя Рая, главный герой расследования Зиарл Дегарда на службе у Москвы, говорит, что сожалеет о том, что присоединилась к преступной сети Шора по подкупу избирателей, хотя сама женщина об этом на самом деле вообще не говорит. Новостной портал дискиди.мд также распространил фейк. Хотя изначально она говорила, что никогда не получала денег от Шора с целью подкупа избирателей, позже она призналась, что получала деньги из Москвы, но говорит, что сделала якобы это лишь раз, говорится в репортаже, который опубликовал новостной портал. И точно так в интервью Раиса Сурду не говорила ни о деньгах из Москвы, ни о деньгах Шора. Тетя Рая, главный герой расследования Зиарл Дегарда, была помещена под домашний арест на 30 суток. Согласно Уголовному кодексу, домашний арест заключается в изоляции лица в его же жилище с установлением определенных ограничений. Также подозреваемые имеют ограничения на телефонные звонки, почтовые сообщения и другие виды общения и не могут принимать гостей. Находящиеся под домашним арестом должны обеспечить работу оборудование для мониторинга и в назначенное время являться в орган уголовного розыска или суд. И даже при таких условиях телеканал «Молдова-1», контролируемый правящий пас, взял интервью у Раисы Сурду, что запрещено законом. Редакция Пятого канала готова предоставить, как того требует законодательство, названным в материале редакциям право на реплику, которые бы аргументированно объяснили выявленные нами сомнительные факты.